Привет, с вами Андрей, он на Шотерпиксель Данжен, прохождение Берсерка. Давайте посмотрим, где мы остановились. Собственно, мы остановились в Аду, 24 этаж. У нас 27-ю Берсерк, вот такие вот статы в данный момент. Вот такие вот способности. Собственно, вот такой вот инвентарь, у нас Амфибия. Амфибия, ускорение, скорополох. На нашем глифалатная броня стоит, собственно, и курильщица легендарная, которая вам скорее портите грубую, чем помогать. Вот. Вот такой вот у нас инвентарь в данный момент. Давайте, собственно, продолжим. Перейдем в комнату с боссом. Это зелье холода и зелье дезориентирующего газа. Какая грязь. Нам капец, как не везет. Нам нужно восстановить свое здоровье, чтобы его восстановить. Нам нужно либо поспать, но у нас нет такой возможности, сна у нас нет в данный момент. Титков с нами, я имею в виду. Вот. Телепатия нам особо не поможет, поэтому мы переставляем телепортацию. Наша задача апнуть себе уровень на максимум. Давайте это сделаем. Звезда фрукт раз. Звезда фрукт два. Собственно, и последний у нас зелье опыта. Мы получили максимальный уровень, возможный, в данный момент. Наша задача выпить эликсир могущества. Выпили эликсир могущества. У нас немножко уровней накидало. Словно сказать, что конкретно выбрать. Давайте выберем вот этот. Так называемый 50% шанс уязвимость на 5 ходов. Это, в принципе, я думаю, что неплохо будет. Так. Нам нужно восстановить свое здоровье. Это, собственно, у нас есть еда. У нас ее достаточно много. У нас один анг. Остальные ангки у нас потерялись. Ну, у нас еще и курильщица сюда газ впихнула. Ну, короче, а мы еще и на боссе спать не можем почему-то. Как видите, курильщица бесполезная. Она сначала скастовала воду везде, а потом и впихнула холод. Так, чтобы нам не скучно было. Какая же курильщица бесполезная. Она нам не дает спать у босса. От слова совсем. Что очень плохо. Чем тебе мешает сон у босса-то, но... Какая же ты бесполезная. Нам надо как-то по-другому лечиться. Давайте выпьем зелье, потому что я не вижу способов, как мы могли бы вылечиться. Бесполезная курильщица. И мы у босса еще и спать не можем. На самом деле, это очень плохо. Давайте пробежимся вокруг, посмотрим, что у нас вообще как локация из себя выглядит. Какая неудобная локация, особенно вверху ужасная. В идеале, если у вас есть возможность открыть карту, у нас карта присутствует. Давайте бросим карту. Собственно, мы приоткрыли карту немножко. Ну, что, как говорится, к боссу. Или бы давайте попробуем зачаровать, может. Как говорится, насколько нам не везет, посмотрим. Проекция. Ну, проекция не самое плохое зачарование. Нам еще повезло. Нам йог-джел-горишоу нас видит. Какую пузырячую. А проекция позволяет нам атаковать его плюс одна клетка. Это головокружение, но оно на него не сработает. Оно, скорее, для нас опасно. Почему не сработает? Потому что эффект на нем бы появился уже. Он говорит, крыльщицы, это куда ты мискликаешь, что ну, я ж так погибну. Обратите внимание, личинка сразу появляется и бьет. Хотя, по идее, у нас скорость плюс один, то есть она не должна бить. Сразу появляться. Но, это, видимо, ее мало волнует. Первый босс. Точнее, первая длань. Давайте посмотрим, кто. Всего шесть дланей. Это что ты будешь делать? Это у нас ржавая длань. Она у нас получает урон со временем. Она у нас пытается калечить. На самом деле, это глупое решение. Как ты меня пробиваешь? Расскажи-ка мне, а. Длань несчастная. А почему она у нас пробить не может? Потому что у нас плюс семь армор. Как она вообще может пробить плюс семь армор? Причем с таким еще большим дамагом, что... Какая грязь. Ну, вот как же бесит эта курильщица? Вы не представляете. Чтобы вы понимали, это вода. Нормально, да. То есть, я дважды промахиваюсь по этому. По личинке. Ну, блин, ну, вообще. Если есть возможность не выбирать, собственно, курильщицу, я ей не рекомендую выбирать. Да какой же ты надоедливая личинка. Вот, кстати, обратите внимание, очень сильно бесит. Потому что личинка сразу появляется и сразу бьет. Хотя у нас плюс скорость. И она, по идее, не должна нас подряд бить. Но, видимо, на личинку это не работает. Давайте посмотрим, кто там. Ну, помимо личинки, разумеется. Это темная длань. Темная длань ничем особо не примечательна. Единственное, она у вас слепит. И она постоянно будет, как крыса, отступать от вас. Поэтому, ну, по сути, ничем не примечательная длань. Со всеми дланями, которые... Вот, обратите, видите, она телепортировалась и потушила ваш свет, если он присутствует. Ну, у нас отсутствует свет, поэтому она, в принципе, до лампочки. Потому что она нам потушила. Давайте ее поищем. Конечно, эта гнида нам в спину начала бить. Потому что она же на расстоянии, что-то. Давайте... Ну, видите, мы... Она нас сразу же видит, что удивительно. Это газ. Жуткая вонь, она парализующий газ, но на него это, судя по всему, не работает на Юг-Джео. Ну, вообще, я удивлен, что на него хоть что-то работает. Ну, вот вы сами видите, что я тупо начинаю мискликать. Ну, от жуткой вонь лучше отползать, потому что она нам просто больше урона внесет, чем пользы. Там, кстати, можем удобрить, да нет? Можем еще плюс два. А сколько у нас семечек? Там, четыре. Нам нужно все равно еще плюс одна семечка, поэтому делается она бесполезна. Давайте походим. А я не понимаю, почему нельзя спать? Здесь. На боссе. Почему? Что за несправедливость? Обратите внимание, дважды промахнулся, трижды промахнулся, трижды подряд промахнуться по личинке, у которой, по идее, уклон должен откровенно быть очень-очень низким. Причем я ее бил на дистанции. То есть она меня не видела, по сути говоря, практически. Как это работает? Вот мне больше всего бесит то, что вот эта личинка несчастная сразу же атакует. Сделано, конечно, через одно место. Она раньше появлялась, когда она не атаковала. А сейчас она сразу же начинает атаковать. Тьма вокруг у нас сгущается. Это говорит о том, что у нас новый онлайн. Давайте посмотрим, что это за свеженькая гнида у нас. Давайте вкастуем антимагию, чтобы просто постоять. Ну, это у нас огонь. Обратите внимание, огонь нас очень сильно раздамаживает. Давайте прожмем огонь и пошлем в ланюн далеко. Это, если не ошибаюсь, коррозийный газ. Мы еще и в свою же коррозию стали. Ну, это же вообще насколько не везет нам. Это просто капец. Мы убили ее, джевон. Я думаю, для первого раза будет достаточно. Имеется в виду, то, что мы как бы первый раз проходим за первого персонажа, как раз, чтобы открыть испытание. Поэтому, я думаю, нам хватит амулета. и, собственно, на сегодня хватит. Вот. Всем большое спасибо за просмотр. С вами был Андрей. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok